Продолжаем мы нашу программу. В нашей студии Анна Рассинина, ландшафтный дизайнер, руководитель школы ландшафтного дизайна, кандидат сельскохозяйственных наук. Доброе утро, Анна. Доброе утро. А вместе с Анной сегодня растение, название которого знаю даже я, это гортензия. Да, совершенно верно. Самое дорогое растение. Давайте нет. Нет. Посидим? Нет. Вряд ли. Но вот покупая одну веточку гортензии, за нее просит 700 рублей. В магазине, да. Но это если вы покупаете в срезанном состоянии. А если куст, то можно и весь вот такой купить за 790 рублей. Да, ну и что делать зимой, когда хочется кому-то подарить? Вспоминать, подарить фотографию, написать на ней приятные слова. В общем, говорим сегодня о гортензии. И что же уникального и особенного в этом таком растении, пышном и красивом? Ну, я срезала вчера вот два таких соцветия. Жалко. Они, ну, кусты были большие, поэтому мы не заметили этого. И хочу сказать, что еще, конечно, они поднаберутся. Я думаю, что этот год для гортензии, наверное, прямо шикарный. Серьезно? Да. Вот мы наконец-то нашли хоть что-то, для чего этот год шикарный. Ну, на самом деле, я бы сказала, что этот год для многих растений хорош. Особенно для ленивых дачников, кто ездит нечасто на свои участки и не поливает. И, в общем-то, здесь прямая связь. Хорошо. Гортензия бывает только мелко листовой или все-таки крупно листовой? Гортензии бывают разные. В наших условиях в основном вот те два вида, которые сегодня здесь представлены, это основные растения для открытого грунта, которым у нас хорошо. Это гортензия древовидная, которая у Евгении в руках, и у меня вот такая гортензия метельчатая. Это два основных вида, которые без проблем зимуют в открытом грунте, то есть мы их можем высадить из контейнера и наслаждаться их красотой. Что касается гортензии крупно листной, которая голубого цвета, ну, пахнет свежестью, так скажем. Немножко такой сладковатый аромат у них есть. Так вот, гортензии, которые вот синие, в букете, они более прихотливы в том плане, что зимостойкость у них чуточек пониже все-таки. И я бы рекомендовала, наверное, так, подытожив общую практику, все-таки зимовать им в закрытом грунте, уносить их в подвал, либо в контейнере и выносить, либо закапывают некоторые вместе с контейнером в грунт. Но все-таки для открытого грунта, ну, очень редко на каких участках, где потеплее, снега побольше, и то, смотря какая зимовка, может сложиться не все очень хорошо. Поэтому за синими гортензиями попросите мужчину вашего сердца дарить вам букет. Вот гортензии не так долго стоят, кстати. Может быть, не так что-то делают. Ну, вот эта вот девушка, например, со вчерашнего дня, ну, мы можем опустить вот эти листья, потому что зачастую в срезанном состоянии листья убирают вовсе, да, для букета. Но метельчатая, например, не стоит практически совсем. И мало того, хочу сказать, что те немногие разы, когда вы пробовали ее засушить, метельчатую, многие говорят, что, я говорю, как вот вы отличаете? Они говорят, ну, форма мороженого, значит, это метельчатая гортензия. На самом деле так очень удобно отличать и правда. Засыхает она не очень хорошо. Конечно, есть профессионалы, которые увлекаются вообще этим делом, да, и стабилизированием растений, и правильно сушкой. Ну, так, чтобы вот как я обычно хряп-хряп повешала и, ну, как-то вот забыла. А вот те гортензии, которые продают в магазине, ну, в цветочных, их можно вырастить на садовом участке? Они же не только голубые, они розовые, там, еще какие-то цветовые. Все то, что продается в срезанном состоянии, и то, что продается в контейнерах, в горшочках, как комнатное растение, это чаще всего гортензия крупнолистная. Та, которая зимовать у нас будет не очень хорошо. Знаю я нескольких садоводов, очень таких увлеченных уже, даже профессиональных, можно сказать, которые занимаются только ими, потому что, ну, конечно, эти гортензии несколько иные. Их цвет позволяет все-таки их выделить за счет того, что и размер цветка, а у них, ну, вот близок, наверное, вот куда, ну, даже крупней, наверное, чем вот у этих всех. Они, конечно, такие другие. Вырастить их можно, но это такая вот канителька, придется потаскать туда-сюда. Некоторые умудряются даже в комнатных условиях ее вырастить, но это вот из серии попорхать над ними, если вы хотите. Надо прям заморочиться, надо, да, получается? Надо просто залюбить. Так что получается тогда, что пусть растут на грудь и не срезать, потому что в срезанном состоянии она и пару дней не продержится, а так будет радовать, пока не завянет сама по себе. Могу сказать, что в букете, в общем-то, вот это древовидное стоит неплохо. И в засушенном состоянии у меня в кухне я там наверху наставила себе вот таких подружек. Нельзя, говорят, что сухие цветы хранить дома? Нельзя. Слушайте, какую ерунду. Верьте в хорошее. Вот многие, знаете, многие хранят первый букет от него. Заходишь домой, в стенке у вази стоит, а у меня сразу ассоциации. Какие-то кладбищенские. Там искусственные. А у кого-то счастье от этого может быть. Я говорю, вы что храните? Это первый букет. Какой первый? Так, да, так, да. Вот так. А я, кстати, периодически нахожу где-нибудь, я вообще любитель засушивать, и маму у меня, мы всегда такие прямо чего-нибудь нарежем. Знаешь, что я тебе хочу сказать? Вот у меня однажды кто-то пришел в гости такой же, как и ты, Суверна. У меня был цветок, который в народе называется мужигон. И он стоял себе красиво, значит, этими листьями во все стороны. Название, да? Я не верю в мнение, что он портил вам жизнь. Мужиков отгонял, мужигон. Мне не портил, но вот кто-то такой же Суверна пришел и говорит, это же мужигон. Почему он стоит у тебя в доме? Да мужика в доме не будет. И я, знаете, что сделала? Мне до сих пор стыдно перед мужигоном. Я вынесла его на балкон, потому что и мужика тогда не появилось, но и мужигон сгорел на солнце. Ну, он сразу не должен был появиться. Мне было так стыдно. Так, до сих пор, вспоминая эту историю, понимаю, что бедный мужигон, как я перед тобой виновата. Ну, значит, все, что не делается, все к лучшему. Значит, надо было сделать такой... Успугалась я, что мужика не будет. Евгения Головина и мужигон. Мы сегодня говорим о гортензиях. У нас два вида. Каждый имеет право существовать на наших участках и переносить зиму, да? Но для того, чтобы все-таки наверняка весной мы с ними встретились или летом, да? Что же нужно сделать? Хорошая фраза. Чтобы наверняка мы с ними встретились. Вот, кстати, если вы все-таки хотите на память, я ничего не считаю плохого, чтобы, например, засушить. У меня у сыновой, кстати, есть одно такое засушенное растение. На рождение сына мне муж подарил букет, в котором было всякое-всякое. И была как раз крупнолистная гортензия, про которую мы сейчас вот с вами беседовали. Такая синяя с большими... И она засохла? И она по сей день стоит у меня в школе. И я говорю, вот это вот, друзья, крупнолистая. И мне прямо приятно. Семь лет уже будет как? В сентябре. Чего себе. Вот так вот так. Ну, гортензия не мужикон. Разве это? Мы это запомнят. Так что, друзья, сушите. Вот эту древовидную сушить надо. Я бы посоветовала, конечно, ее повешать вниз головой. Все-таки не ставить ее в букет, потому что она маленечко подкиснет и свалится. Но сейчас так тепло и хорошо, что, я думаю, если вы прямо на даче вот это вот все дело осуществите, очень потом красиво. У меня во всяких там плетеных корзинках бутыль какая-то старая от какого-то такого. Ну, в общем, все красиво. Можно все сделать. Очень даже симпатично. Я согласна с тобой, что если, знаешь, стоят розы, которые вот так вот повисли, и вообще ты смотришь и думаешь, что это вообще. Надо грамотно засушить, и все будет хорошо. Поэтому гортензия с вами надолго, я думаю, останется. А вот к вопросу о том, что пришли весной, а там, может быть, ее уже и нет. Мы же должны немножко такой, не нотку дегтя, а нотку реальности. Все-таки, конечно, это растение не нашей зоны зимостойкости. Ну да. Все-таки оно более теплолюбивое. И я вот сейчас вот все вот это принесла, там фотографию вам покажу. И сейчас все будут делиться, я думаю, такими фотографиями, у кого есть эти растения. Потому что, ну, безусловно, и взрослое растение, и то растение, которое уже набрало силу, конечно, оно выглядит очень эффектно. Но не надо забывать о том, что бывают разные зимы, не такие теплые, как в этот раз. И может быть всякое. То есть вы должны быть готовы к тому, что может случиться, ну вот... А что-то не всегда сделает хорошо. Ну, грубо говоря, ничего не сделать. Если она уже из зимовки не вышла, то уже, скорее всего, и не выйдет. Посадить новую. Да, часто идет такая битва, какие лучше, вот древовидную мне посадить или метельчатую мне посадить. Но для себя как-то я их... для меня они совсем разные. И в жизни они, конечно, отличаются очень. Я, мое, наверное, сердце, вне зависимости от того, что она там больший размером, меньший размером, я все-таки за то, чтобы как-то вот меньше было таких текущих проблем. Вот чтобы она зацвела, ну и ты вот радовался, и хорошо. Какая-то она цветет на участке. Хорошо цветет. В серединке июля, даже иногда пораньше, и до самого конца и зацвела. А, ну то есть он, в принципе, не пионы, которые там неделя, и уже их нет. Это кустарник, и у него длительность декоративности больше. И я отдала бы предпочтение, наверное, все-таки сортам метельчатой гортензии, потому что они, если даже посмотреть вот так в сравнении, да, у метельчатой, вот даже очевидно, он более устойчивый такой вот в ствол. И в основном борются создатели сортов древовидной гортензии. Вот это, например, сорта на быль, а есть еще стронка на быль. То есть они придают больше механической ткани стволам, чтобы она сама себя держала. Потому что ежели пошел сильный дождь, например, вся вот эта головушка намокла, и вот приходишь иногда, они все головами в землю висят. И начинаются подставочки, подпорочки, и вот как-нибудь ее хочется собрать. С метельчатой гортензией, как правило, все хорошо. Но вот эти два соцветия, которые сегодня, они с одного куста на самом деле. Почему они сделают другородные? Потому что один зацвел чуть пораньше, другой зацвел чуть попозже. Заколорировался. Да, и заколорировался он пораньше. И посмотрите, разница в толщине побегов, да, какая. Лучше все-таки получить, наверное, чуть-чуть попозже, но чуть-чуть покрупнее. Поэтому очень многие садоводы, кто прикупил себе вот такое растение, выращивают его, выращивают, оставляют все ветки и говорят, мне жалко резать. Ну вот если жалко вам резать, конечно, будет пораньше, цветочков будет побольше, но они будут не такие крупные, как хотелось бы. Потому что все-таки, наверное, гортензию чаще всего сажают, чтобы получить эффектное пышное крупное цветение. В домашних условиях, у кого растут гортензии, вот это же максимум, что мы можем получить? Дома же у нас вот такой вот шапки не вырастет. Ну, дома я, наверное, вообще бы не советовала древовидную метельчатую гортензию выращивать, только крупнолистную, если вам захочется. Ну, конечно, это не будет превышать, ну, таких логичных допустимых размеров. Все-таки, если, наверное, даже захочется вам завести крупнолистную гортензию и дома ее содержать, прохладная зимовка – это, наверное, лучший вариант. Потому что зимой нападает на гортензию, масса негативных факторов влияет и нападает, соответственно, и паутины, клещи, и много чего еще. Поэтому все-таки для садовых метельчатое и древовидное, наверное, самый такой вот оптимум. Сейчас хочу сказать, что спасибо интернету, который уже, наверное, переходит в такую стадию шашельного написания всех подряд обо всем подряд, да, и очень многие садовые центры, многие питомники, которые выращивают, стали записывать очень подробные, хорошие, спокойные, без там эмоций, видео, что и как, и сравнение, и так далее. И появляется очень много новых сортов, да, если мы раньше там знали ваниль, фрезия, да, анабель, это были самые известные, ну и как-то вот их придерживались, то сейчас, в общем-то, разнообразие такое большое, и соцветия разные, и разная густота, и разная крупность соцветий. Поэтому если у вас еще вдруг нет никакой, вы посмотрите хороший обзор, посмотрите в сравнении, да, какие они бывают, потому что можно ведь купить себе растение, которое будет в максимальном росте сантиметров 60-70, если, например, вам хочется, как мне вот хочется, но я как-то об этом подзабыла, и думаю, что же я опять хочу прямо где-нибудь такую рядовую посадку или где-нибудь вдоль дорожки прямо монопосадку из горшки, где я, наверное, да, что-нибудь сочиню, а может и в этом году еще успею. В общем, выбирать, прислушиваясь, правда же, и думать, что мы хотим получить на выходе. Конечно. Такую или такую. Такую или такую. Да, такую или такую. Анна Рассина была на сегодня в гостях, эксперт нашей программы, ландшафтный дизайнер. Поговорили о гортензиях, которые уютно чувствуют, ну, пока что еще себя в нашем регионе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!